Дорогие друзья, я очень рад Лицо к лицу встречаясь, а лицом к лицу, то, конечно, это очень приятно Итак, лидерский форум С развитием современного общества мы адаптировали много новых слов Например, даже слово спикер, раньше так не называли Но мы вкладываем новый смысл, и мы понимаем, это служитель, это проповедник Но я как-то смотрю, вот слово лидер, оно тяжело как-то адаптировается Люди часто спрашивают, ну зачем вы называете лидер? Ну назвать кто? Вообще объясните, какой смысл вы вкладываете в слово лидер? Я пару раз пытался, поскольку сам понимаешь, что занимаешься этим Как-то пытался людям объяснить, и люди, ну так зачем менять слово служитель на слово лидер? Итак, кто они? Вопрос, кто они, эти лидеры? Это служителя или господа? Служителя или господа? И я в этом вопросе хотел бы сегодня разобраться Кто же мы на самом деле, и какой смысл нужно вкладывать в это слово? Как-то прихожу я домой, и моя жена сразу встречает тебя и говорит Слушай, Джейсон, а он тинейджер, опять-таки новое слово, английское слово, всем знакомый, подросток Отказывается идти на молодежное служение Сразу тебе такое заявление Но ты понимаешь, ты отец, лидер в доме, священник в доме Ты сейчас должен все изменить И сын наш должен ехать на молодежное служение Я так стою, понимаю, в чем дело Брать его за ухо, что делать, чтобы заставить его идти на молодежное служение Когда у него спросил, он категорически подтвердил, что отказывается идти на молодежное служение И ты смотришь, моя жена, как бы, ну вот твое время продемонстрировать твои лидерские способности Что ты других учишь, когда ты в своем доме не способен мотивировать, правильно мотивировать твоего сына Что толку, что ты будешь ездить по всему миру, рассказывать, как ты других людей учишь Когда в своем доме не способен повлиять, позитивно повлиять на формирование твоего сына Что толку? Что толку? И действительно, что толку от наших знаний, когда я в семье практически не могу достичь своей цели Что толку от моих знаний? У одного человека, Джон Пол Гетти, спросили, чем отличается лидер? Какое самое главное отличие лидера? Он ответил так Неважно, каким багажом знаний или опытом обладает руководитель Если он не способен достичь результата через людей, то как руководитель он вообще ничего не стоит Вот такой диагноз поставил этот человек И вот это то же самое, что я прихожу домой Прихожу домой Мы же работали на эту цель Все зависит от чего? Чтобы втянуть его в видение семьи Это же не просто с первого раза ты пришел и заинтересовываешь его, чтобы он шел на молодежное служение Мы же работали на эту цель Мы же пытались построить вот эту систему ценностей Христианскую ценность Чтобы он отозвался Вот цель руководителя Втянуть в это видение, чтобы он был таким настолько Чтобы это стало моей целью, моим видением А чтобы это стало целью и видением семьи Вот это зависит от лидера И вот мы стоим Перед такой задачей И вот я Стоял и, конечно, думал, что делать И все оно сводится к тому Насколько все-таки захотят Но у нас есть власть И мы вправе ей распоряжаться Этой властью И у нас сразу вопрос Что значит захотят? Мы знаем У нас есть свои методы Как повлиять на его желание Этот метод всем известным Или конфетка Методы Где в этом случае Я могу устыдить его Могу угрожать Давить на чувство вины Но ты представляешь Что ты для матери делаешь? Ну ты посмотри Ты посмотри Она уже из-за тебя Она уже спать не будет Ну посмотри на мать Ну ты давишь на чувство вины Уже если эти методы не работают Ты уже с помощью конфетки Манипулируешь его желанием А ты уже понимаешь Уже мечтал о телефоне О мобильном телефоне Вот если ты хочешь мобильный телефон Ну так ты должен И заключается такая Как бы не Такая сделка Власть Понимаете? Власть И есть вызов власти О чем мы говорим И что интересно Любой лидер Который привыкает К таким методам Он универсально Начинает Их внедрять В любой сфере Будь то он служитель Будь то он бизнесмен Будь то он в семье Он практически везде Использует Вот эту методику Кнут или конфетка Это возможно где-то там На подсознательном уровне Но это так работает Это способ Как он достигает цели Вызов власти И что Самое при этом страшное Что при том Что мы показываем Свою власть И очень часто Это люди делают Очень могущественно Они знают даже Как вести себя На публике Он знает Как вести себя В доме Он показывает Но на самом деле Если там разобраться Проникнуться вглубь Этого человека Вы увидите Что он прячет Свою уязвимость Он прячет Свой страх Например В доме опять Сын маленький Десять лет всего лишь Отказывается Делать то Что папа попросил Его сделать И он так Еще Сам про себя думает Но возможно Сын ослышался Сынок Еще так красиво спрашивает Сынок Может ты ослышался Пойди Сделай то-то и то-то Нет Я не ослышался И так заявляет А я этого делать не буду Ну вот что ты делаешь Тогда Когда тебе так и заявляют А я вот этого делать не буду Ты понимаешь Это вызов На власть Он бросает тебе вызов И если ты проигнорируешь Этим Ты сам себе шифруешь Если я им проигнорирую Сейчас Когда ему всего лишь Десять лет То когда мой принц Подрастет И ему будет уже лет Шестнадцать Так я боюсь того Что уже в шестнадцать лет Я уже с ним не справлюсь Следовательно Мысль подсказывает Подави этот бунт Сейчас Прямо сейчас Подави этот бунт И мы начинаем Преследуя вот эту Хорошую цель Мы подавляем бунт Не считаясь личностью Но мы делаем это Объясняя себе Ради чего-то хорошего Нами руководят Вот такие хорошие мотивы И так получается Интересная вещь В жизни Что Кого мы больше любим Тому мы больше Причиняем боли Удивительная вещь С чем сталкивается Лидерство Потому что Есть власть И ей нужно Пользоваться На меня На моих плечах Лежит ответственность Жена смотрит Ну как же ты себя Сейчас будешь вести Ответственность Она давит Тяжело И люди Я говорю Спрячут Вот эту Уязвимость Вот этот страх Я Спрашиваю У одного приятеля Он работает И Знаю Это семья Служителей Не одного поколения Куда бы ты ни поехал Это его дяди Служители У их многодетная семья Я говорю Слушай Как так получилось Я знаю Что У тебя Братья Но Как можно так довести Свою жизнь При том В вашем воспитании Я же представляю Как вас отец Собирал вместе Дяди приезжали Это же вокруг Библии Как так получается Что Несмотря на такое Такое Примерное Воспитание Твои братья Конченые наркоманы Один из них Которого я близко Был познаком Я был близко С ним знаком Это замечательный парень Смотрю Такой талантливый Он говорит Я расскажу тебе историю Возможно Ты мне объяснишь Почему Говорит Однажды Когда Вот Брата О коме Шла речь Учился В девятом классе Он провожал Девушку домой Да Она была Неверующей девушкой Отец мой Узнал Он садится В машину Он помчался За ним И Когда Он Выходит С машины Он нашел Сына своего Выходит С машины Берет Его запуху Садит В эту машину Ничего ему не говорит Вот силой Притащил его В машину Ну и получается Как бы его Опозорил Там И говорит С течением Времени Этот сын Приходит домой Демонстративно Начинает курить Сигарету За сигаретой Не обращает Немания На то Что говорит ему Мать Не обращает На то Что говорят Сестры Младшие Братья Он продолжает Курить Вот этот Дым Просто стоит Там В доме И в дом Приходит отец Когда Он хватает Ремень И еще Вот этой Железной Пряжкой Его начинает Избивать Он тот Даже не Сопротивлялся Он его Избивал Настолько Что остались Рубцы На всю Его жизнь Если посмотреть Раны Вот эти Шрамы Остались На всю Его жизнь И этот И этот Говорит Парень Что Вся Его Мечта Вот этот Сделать Золотой Укол И Когда Я Я сам Про себя Думал Что Должно Проходить Через Голову Отца Я Я же Не думаю Что Он себя Что Он Удовольствие Когда Он Это Делает Я Даже Я даже Представляю Насколько Ему Тяжело Самому Отцу Потом Справиться С Вот Этим Чувством Которое Будет Его Преследовать Всю Его Жизнь Тоже Будет Давить Его Преследовать Зачем Ты Это Сделал Но Он Сам Не Может Объяснить Если Ты Спросил Зачем Ты Это Сделал Он Б Тебе Сказал Что Я Просто Его Страшно Без Ума Люблю Из-за Любви Из-за Любви И Сталкивается Лидерство Лидерство Что Толку Что Ты Так Много Знаешь Когда Практически Ты Ты Не Способен Внедрить Эти Знания В Действие Что Толку Ты Смотришь Намерения Прекрасны Но Получается Мы Просто Не Знаем Как Реализовать Вот Эти Намерения Получается На Этой Ноте Хочется Спросить Следующий Вопрос Сколько Каждый Из Вас Отдает Себе Работе В Процентном На Десять Двадцать Тридцать На Сто Процент Или Зашкалывает Даже Больше Зная Многих Служителей Очень Близко Я знаю Что Дефицит Это Самый Большой Дефицит Столько Мероприятий Бедные Жены Служителей Они Вообще Не Видят Своих Мужей И Только Люди Могут Хотя Быть Открыто Прийти Совет Спросить Это Нормально Но Жены Должны Даже Себя Так Вести Типа Нам Не Нужен Совет Но На самом деле Им Нужен Во-первых Совет Как Быть В Одиночестве Как Справляться С Семьей Когда Мужа Нет И Вся Ответственность Висит На Моих Плечах И Так Я уже Говорю О том Что Проводить Время С Семьей Если Папа Дома Служитель Это Праздник Мы Уже Не Говорим О Каких То Хобби Рыбалка И так Далее Это Вообще Как Нормальные Люди Не Могут Провести Время Так Вот Таким Людям Очень Тяжело Понять Как Другим Них Мотивации К Действию Других Измерения Но Следующий Вопрос Стоит Задать Если Мы Работаем С Людьми Если У нас Есть Команда Которая В нашем Подчинении Следующий Сколько Из Нас Согласны Что Подавляющее Большинство Рабочей силы В нашей Организации В вашей Организации Обладает Намного Большим Талантом Способностью Творческим Потенциалом Чем их Существующие Рабочие места Дают Дают Возможность Реализовать Вот Такое Сравнение Я Говорю О Лидерстве Если Мы Говорим О Лидерстве То Что Сказал Джон Пол Гетти Неважно Каким Опытом И Знанием Обладает Руководитель Но Если Он Не Сможет Реализовать Свою Идею Через Людей То Как Руководитель Ничего Не Стоит Другими Словами Вот Это Измерение На Сто Процентов Это Должно Быть Через Всю Команду Если Я В Семье Прихожу Домой Так Мы Все Вместе Пропитываем Общим Видением Понимаете Вот Это Задача Вот Это Задача Как Же Ее Достичь Об Этом Я Хотел И Поговорить На нашем Семинаре Которое Будет Из Двух Частей Поскольку Это Фундаментально Лидерство Фундаментальная Проблема Лидерства Чтобы Ответить На Этот Вопрос Я Хочу С Помощью Библейского Примера Как Б Для С Разобраться Что Это Такое Лидер Что Это Настоящий Лидер И Говорить Что Это Такое Работа В Команде Я Полагаю Что Одно Из Выдающихся Качеств Которым Обладающий Лидер Это То Что У Него Есть Откровение Он Обладает Видением Это Видение Это Способность Видеть Видеть Не то Что Видимое Но Видеть Невидимое И Что Интересно Если Быть Поговорить С Настоящими Лидерами Хотел Даже Такую Передачу Это Вообще Это Такой Заманчивый Процесс Заманчивый Это То Что Как Я Вы Слышали Я Сказал О Мечте Мне Вообще Это Ну Это Так Интересно Когда 20 лет Назад Ты Ты Видение В Откровение Которое Те Дал Бог Ты Видел То Что Сегодня Ты Проживаешь Вообще Замечательно Очень Интересная Жизнь Благодаря Вот Такому Божьему Откровению То Что Переживали Мужьи Божьи И Мы Сегодня Это Тоже Переживаем Так Одно Качество Его Последователи Просто Идут За Этим Лидером Благодаря Тому Что Он Вот Этим Откровением Вот Этими Чертежами Которыми Он Ведет Он Идет Вперед А Они Идут За Ним Последовательно Совсем Не Означает Что Он Умнее Всех Других Напротив Люди Которые В Команде Могут Обладать Лучшими Академическими Знаниями Даже В некоторых Случаах Лучшим Опытом Тем Не И Для примера Я хотел Рассмотреть Именно Прекрасного Лидера Которого Можно Много Чему Поучиться Это Неемия Это Выдающий Который Достиг Своей Цели В течение 52 Дней И Одна Причина Почему Он Потому Что Он Выкладывался На 100 А потому Что Вся Команда Работала На 100 Именно Это То О чем Говорил Чон Полгетти Он Реализовался Через Людей Через Людей И Стоит Выявить Некоторые Качества Которые Я просто Конечно Их может быть Больше Но Я Выделил 10 Качеств Которые Считаю Критически Важные Первое Качество Это Сердце Служителя И его Репутация Выслушав Историю Как вы Помните В каком Бедствии Находится Народ Божий Он Не Развел Руками И Не Стал Как часто Люди Говорят Вот Вот В чем Лидер Мы Пытаемся Сердце Понять Лидера Он Не Развел Руками Ох Ну Что Это Такое Не Стал Искать Извинения Оправдывать Свою Совесть Что Вот Если Я Был Мэром Города Вот Если Бо У Меня Были Финансы Нет Он Не Стал Искать Извинений Не Стал Оправдывать Свою Совесть Вот Если Бо У Меня Было Столько Денег Столько Финансов Нет Он Не Стал Цепляться За Свою Карьеру А У него Было Что Терять Он По Сути На Карту Поставил Все Ради Чего Ради Того Что Он Действительно Отозвался На Потребность Служить Людем Следует Есть Большой Перевес В В любом Натуральном Человеке Естественно Мыслящем Человек Который Естественно Мыслит Он Мыслит С целью О Эго С целью Только О себе Вот это Первое Качество Это Сердце Служителя Он Действительно Бог ему Дал Вот это Сердце Когда он Думает О людях Второе Качество Это Видение То что Мы Говорили Лидеры Определяют Миссию И Устанавливают Цель Это Своего Рода Карта Чертежи По которым Он Уверенно Ведет Людей К цели Карту Можно Украсть Можно Скопировать Можно Даже Позаимствовать Тем Не Менее О чем Мы Говорим О том Откровении Которое Тебе Бог Лично Дает При Этом Есть Большое Преимущество Поскольку Очень Редко Можно Встретить Чтобы План Был Выполнен Именно Так Как Он Был Изложен Потому Что Внешние Силы Постоянно Влияют На Это И то Что Мы Видели В истории Нееме Красочно Поскольку Часто Нужно Было Адаптироваться К Новым Условиям Так Вот Адаптация Требует Способности А способность Приходит Именно От Того Что У тебя Есть Лично Вот Это Откровение Свыше Третье Качество Я хочу Просто Пробежаться Потому Что Тема Очень Большая Третье Качество Это Решительность Есть Две Два Понятия Есть Решительность А есть Расчетливость Расчетливость Спрашивает Выгодно Ли Это Расчетливость Спрашивает Благоразумно Ли Это Расчетливость Спрашивает Безопасно Ли Это Апостол Павел со своего опыта сказал, я не стал советоваться со своей плотью и кровью. Это называется решительность. И действительно, он поставил не емя, он поставил на карту абсолютно все, свою карьеру, все свое будущее. Это требовало качества решительности. Следующее качество – это умение вести переговоры. Интересное очень качество. И я считаю, что для того, чтобы быть успешным в своем деле, нужно чувствовать, где вот эта грань между навязчивостью и расположением. Смотрите, у Неемии он понимал, что он зависимый человек. Он просто не мог бы стать, а я себе решил, я пойду туда, в Иудею. Нет, он был зависимый, у него был большой начальник, он служил при царе Артарксерксе. Да, он был вельможа, да, у него было хорошее положение, тем не менее, все зависело, получит ли он разрешение. Более того, он нуждался в больших финансах, он нуждался еще в том, чтобы печати были поставлены на его планы и так далее. И что происходит? Он носит вот эту идею в своем сердце, его сердце, его лицо как-то печально, но сам при этом он не пытался воспроизвести впечатление на царя. Он чисто по-человечески, царь спрашивает, отчего такое умение на лице? Вот сам про себя подумал, как он мог даже узнать? Как-то интересуясь этим вопросом, я все больше пытался для себя найти причину. И связь, которую я вижу в этом, есть понятие, когда есть личность, она цельная личность. Цельная личность, конечно, это строится не за один день, когда строится твой авторитет. Но когда приходит время переговоров, они же были неофициальные, есть время для официальных переговоров, когда люди садятся за стол, определяют время для встречи. Но здесь были неофициальные переговоры. Почему он обратил внимание? Потому что он уважал этого человека. И теперь следующий вопрос, когда тот сказал, в чем дело, в чем причина, что бы ты хотел? И заметьте, это спросил человек, у которого лимита нет, ни в финансах. У него ни в чем нет лимита. И он, конечно, дает все необходимое для того, чтобы можно было отстроить стены Иерусалима. Следующее качество – это умение убедить и вдохновить других к действию. Пойдем и построим стену у Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. Следующее качество – стойкость перед критикой. В чем секрет Ниеме, что несмотря на то, что против него шла такая тяжелая артиллерия, он выстоял. Тяжелая артиллерия, я имею в виду, столько несправедливой критики, столько клеветы. В церкви говорят, что в церкви берет всего лишь семь людей, которые будут за пастора говорить какую-то клевету, и этого будет достаточно, чтобы он уже полностью ушел с церкви. Вопрос – как же можно выстоять вот этому огромному количеству клеветы и вот этой несправедливой критики? Есть только одно. Бог допускает, я как вижу, из жизни Давида. Помните, когда он пришел и увидел вот этот поединок, который был перед Голиафом, и начал прояснять для себя ситуацию, и услышал об этом его старший брат. И он говорит, я знаю твое сердце, тщеславное. В этот момент очень бы хотелось естественным образом встать и защищать кого? Себя. Да я не такого и так далее. И в это время человек переключается на свое эго, чем и уходит от цели. И всегда, когда вот есть такое испытание, это для того, чтобы проверить, что тебе дороже – твое эго? Или ради чего ты вообще сюда пришел? Так вот, стойкость перед критикой. Следующее – стойкость перед лицом опасностей. Их поставили уже перед фактом. Мы вам не дадим закончить строительство. И все сговорились пойти войной на Иерусалим и разрушить его. И это были не пустые угрозы. Они лишали, поскольку эти люди – это на то время система, правители, чиновников – они лишали своего дохода. Это вопрос уже решался для них, вопрос жизни или смерти. Настолько это было серьезный вызов. Следующее. Чувство навыков развинуто к тому, чтобы препятствия использовать как руководство к действию, а не как вступлению и саможалости, что является проблемой несостоявшихся людей. Следующее, девятое качество – это умение работы с людьми. Ты читаешь и просто наслаждаешься, наблюдая за ходом работы, как Ниеме делегировал вовремя власть, и так же, как умел решать любые конфликты между ними. И последнее – это посвящение. Посвящение. Какие бы попытки не предпринимал бы враг, открытого запугивания, хитрость, вооруженная атака – все преодолел Ниеме. И, как вы помните, всегда такое выражалось, то, что он говорил – «я занят большим делом». Это посвященность. Это видели люди, это видели враги, это видел Бог. Поэтому люди уважали и его любили, враги ненавидели, набоялись и втихую тоже уважали, а Бог дарил свое признание, одобрение, силу и власть. Вкратце, все это анализируя, все сводится к тому, что лидерство заключается во влиянии. Это не просто оказать кому-то помощь, есть бедные среди нас, да, побеспокоиться о ком-то. Это большее. Лидерство заключается в том, что мы, как лидеры, мы должны оказать влияние на общество, на мироустройство и на мироустройство системы ценностей. Вот какая задача главная стояла перед Ниемей. И он с ней справился очень хорошо. Почему я все так взял и начал с того, чтобы открыть для себя ценности настоящего лидера? Потому что есть различные процессы, различные процессы, когда мы что-то делаем, когда мы ведем людей за собой. И есть начальный процесс, начальный процесс. Вопрос, который я бы хотел спросить вас на размышления. На этом уровне процесса могут ли появиться конкуренты? Могли бы появиться конкуренты в то время в Ниеме, скажем так? Я более чем уверен, что если бы каким-то образом враги смогли все-таки повлиять на Ниемею, и он в каком-то время проявил какую-то робость, или просто сказал, мне нужно отлучиться на время, я уверен, что работа бы остановилась полностью. Я уверен, что в то время не нашлось ни одного другого, кто бы взял бы эту эстафету и понес бы ее дальше. Как правило, друзья, конкуренты появляются значительно позже. Когда стены уже отстроены, и все, что нужно, это усовершенствовать систему. Более того, когда вы берете людей в команду, кого вы берете людей в команду? Добровольцы. И люди, которые приходили в это время, много из них, это были люди разного уровня. И люди были младенцы, в подростковом возрасте. С них очень мало было людей, зрелым имеется в виду, в духовном развитии. Очень мало людей, которые были в таком исследовательном сечении времени. Это же мы говорим о росте. А рост – это хорошее дело или нет? Очень хорошее. Когда в семье мы замечаем, что ребенок не отвечает возрасту, мы понимаем, что это плохо. Но если спросить вопрос любого лидера, с кем бы ты предпочел бы работать? Кого бы ты предпочел иметь у себя в команде? Младенца, подросткового или зрелого человека? Я думаю, что если бы было открытое голосование, наверняка бы все сказали бы зрелого, конечно. Но вот я не уверен, если было бы не открытое голосование. Что бы мы ответили? Кого бы мы предпочли иметь у себя в команде? Итак, о чем мы говорим? Что есть три уровня. Мы все-таки ответим сегодня на вопрос, как же все-таки работать в команде и достигать своей цели. Но вначале нам нужно разобраться, как мыслят и почему так поступают люди. Есть три уровня. Это младенец, подросток и зрелый человек. Само слово «младенец» говорит само за себя. Это тот, который держится за мамину юбку. Это говорит об естественной зависимости. А зависимые люди проявляют особый интерес к вам. Они прислушиваются к вашим советам, впитывают их как губка, вот эти советы. Восхищаются вашей способностью видеть вперед и проявлять решительность и так далее. И они это делают очень и очень искренно. Я просто представляю, когда Ниемия проходил рядом, как на его люди смотрели. Какое внимание это было этому лидеру. Каждый просто мечтал, ну вот если бы взять автограф этого человека. Поэтому неудивительно, что зависимые люди, они боготворят своего лидера в то время, когда они зависимы. Они очень оценивают и действительно делают это искренне, оценивают усердие, потому что вы для них в то время и хлеб, и воздух. Без вас просто не обойтись. Так скажите, можно ли привыкнуть к такому вниманию? К хорошему, говорят, очень быстро привыкаешь. Вот где кроется искушение. Вот где кроется искушение. Искушение возвысить теперь свою независимость, свою собственную независимость на трон. Я однажды наблюдал такую картину. Вначале она была довольно примерная и всегда хотелось ставить этого служителя в пример. Это служитель, который занимается тюремным служением, выросла довольно до серьезного уровня. И я не раз приезжал, восхищался этой работой, поскольку этот пастор работал со многими серьезными личностями в прошлом. И для них он со временем являлся действительно духовным отцом, которых он возвращал назад в общество. Они были как дети. А в бывшем это серьезные-серьезные бандиты, которых, как говорят, и по три, и по четыре ходки. И они настолько уже доверялись ему. Это были такие младенцы. Они заглядывали ему в рот. И вплоть до того, что их нужно было учить, как держать правильно вилку с ножиком. И он понимал, что это недостаточно людей привезти к Христу. Нужно их еще вернуть назад в общество. Научить, как жить с людьми. Научить служению и так далее. И он это действительно очень и очень эффективно делал. Но прошло какое-то время, прошло какое-то время. И эти люди, они поссорились настолько. Такие конфликты, которые пытались их, пытались многие служители каким-то образом их помирить, найти мир между ними. И так и не смогли справиться с этой задачей. И меня этот вопрос действительно очень сильно заинтересовал. Почему так? Почему так? И для себя я вижу ответ только в том, что... Да, вот это есть время. Когда... Ну, вы же сами знаете по себе. Когда я говорю, ты сам представь себе. Ты у тебя в команде люди. С которыми ты работаешь. И каждый совет, который они тебя спрашивают, они готовы его записывать на листок бумаги. Они с открытым ртом смотрят на тебя. Но как тебе удается это все так понять? Они тобой восхищаются. В момент, в момент, когда они уже так не восхищаются. Это какой-то осадок здесь внутри. Здесь какой-то осадок. Потому что ты привык к такому вниманию. И к такому искреннему детскому такому вниманию ты привыкаешь. И вдруг теперь уже такого внимания не получаешь. И начинается раздражение. Естественное раздражение. В то время нужно просто понимать, что начинается следующий уровень роста. Мы в семье его празднуем. О, ну ничего себе. Мы гордимся своими детьми. Тем более, когда они преуспевают. Не просто даже достигая того уровня. А еще даже преуспевают. Насколько мы гордимся ими. Но в этом случае, в этом случае, когда он уже начинает себя вести по-другому. Не спрашивать. А еще дает тебе понять, что я сам знаю. Подростковый возраст. Вот я смотрю на своего сына. И, ну действительно, ну хотелось бы так взять ему и так дать. Что ты можешь без меня? А он, конечно, стоит уже такой дядька. У меня выше ростом за меня. Если раньше можно было передать ему свою обувь, уже не передашь. Уже нога больше. Конечно, вот смотрите, ну что ты мне скажешь? У него уже складывается впечатление, у подростка, что он уже сам себе герой. И вот этот момент очень, очень много зависит, как себя ведет лидер. Очень много зависит. Потому что первое чувство по плоти вырабатывается. Я тебе еще в тру нос. Ты увидишь, что без меня ты ничто и никто. И мы как-то даже так заинтересованно. В секрете это держим. Никому никогда не откроем. Даже супруги. Мы в секрете это держим, эти мысли. Но как мы мечтаем, чтобы он где-то там провалился. Чтобы пришел и наконец-то попросил, ну папа, ну утри мне сопли. Утри мне сопли. И мы вот это ждем. Ждем этого момента. И мы даже специально, как Саул отправлял Давида, мы даем такое задание, чтобы он обязательно провалился. И ждем этого момента. И вдруг, если чуточку не получается у него. Видите, где наши мысли, в каком направлении работают. Работают ли наши мысли раскрыть его сейчас потенциал? Либо они работают в том направлении, чтобы задавить этот потенциал? Мне кажется, что они работают для того, чтобы задавить этот потенциал. Не для того, чтобы раскрыть этот потенциал. А для того, чтобы задавить, а чувствует ли этот человек или нет? Чувствует ли он? Очень чувствует. Спинным мозгом просто чувствует. Если он раньше чувствовал, это мой отец. Я могу к нему прийти совсем. А теперь он чувствует, что мне здесь не рады. Мне здесь нет места, как это чувствовал Давид при Сауле. Что бы он ни пытался делать. Каким-то образом, чтобы завоевать доверие. Но нету места. Мне здесь не рады. Я здесь соперник. И кто сделал соперник? И разве Давид первым подумал о соперничестве? Ну, Саул думал о соперничестве. И вот и происходит. А сам человек думает, что он страдает за истину. Действительно, очень убедно получается. Потому что ты его вырастил. Он как белочка с твоих рук питался. На твоей груди лежал. Ты ему все сделал. А теперь этот, в кавычках, негодяй, становится твоим конкурентом. И тебе пытается что-то доказать. А ты всю жизнь пытаешься ему доказать обратное. Страдает ли он за истину? Страдает ли он за истину? Или он что-то недопонял? Мне кажется, что что-то недопонял. Что же для этого должно произойти? Кстати, у нас две части. Уже 3,50. Мы начали во сколько? В 3 мы. 16 здесь. Спасибо. Так вот. Отчего это все происходит? Возможно, как мы говорили о том, что он мечтал о собственной значимости, которая будет длиться вечно. Но пришел конец твоему празднику, и уже музыка доносится с другой улицы. Мы пытаемся, мы ищем с вами. Мы все взрослые здесь. Я не пытаюсь вас чем-то своим спичем восхитить. Мы пытаемся действительно поразмышлять. Что же для этого должно произойти? Именно для раскрытия потенциала этого поколения, друзья, требуется фундаментальный разрыв от контрольной парадигмы. Держать все под контролем, что я называю собственная значимость. Переключиться на парадигму, что я называю командная значимость. Я специально употребляю слово «значимость». Потом это будет больше в этом иметь смысл, о чем я говорю. Впрочем, нас этому учит Писание. Известное место Писания апостол Павел писал Коринфянам. Это первая глава, 12 глава, с 12 по 27 стихи. Я все-таки прочитаю. Это очень важно, если мы даже уже сотни раз читали еще раз. Важно это послушать еще раз. Может, сегодня это приобретет для вас другой еще смысл. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо всем мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога, вот важные места Писания, если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обаяние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или так же голова ногам, вы мне не нужны. Мы, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благодородными в теле, а тех более прилагаем по печенью. И неблагообразные наши боли благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив, а менее, совершенно больше по печенью, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Так вот, это мощная философия, которая является гарантией успеха в зависимости друг от друга. Очень глупо строить планы, не учитывая взаимозависимости в области человеческих отношений. Так вот, если мы попытаемся проанализировать все сказанное апостолом Павлом, мы придем к заключению, что это откровение опирается на трех китах. Понимание, доверие и взаимозависимость. Понимание члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Все эти места говорят о глубоком понимании ценности каждого отдельного организма. Более того, функции и характер каждого из них очень понятны. Следующее, взаимозависимость. Почему? Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Взаимозависимость. И последнее, доверие. Голова, она доверяет без единого сомнения, что поставленная задача будет исполнена, а без доверия, как можно было бы доверить рукам, глазам и другим членам нашего тела, которые призваны полноценно функционировать и исполнять то, что им поручено от Всевышнего. Так вот, начнем из понимания. Мы пытаемся, друзья, с вами заменить кнут и конфетку. И здесь все объясняется, как это все можно этого достичь. Начинается все из понимания. Мы, кстати, вообще о себе мало что знаем. И очень и очень обидно, что мы так мало о себе знаем. Чтобы знать, если бы мы знали больше о себе, мы знали бы больше и о других. Так вот, это будет приятное путешествие, я вам гарантирую, поскольку изучать о себе очень и очень интересно. И это не биология, это психология. Люди четырехмерные. Это наше тело, наш ум, наше сердце и наш дух. Эти четыре измерения также представляют эти четыре главных потребности и мотивы всех людей. Почему мы делаем и что мы делаем, за это отвечают наши шесть потребностей. И если вы это все не учитываете, ну, не учитываете, не берете это во внимание, вот эти потребности людей, то вы сразу человека превращаете в вещь. А что вы будете делать с вещью? Что вы будете сделать с вещью? Вы только можете мотивировать с помощью кнута или конфетки. Но люди это не вещи. Они имеют право выбора. И действительно можно купить и мышцы людей, можно купить время людей, но свой энтузиазм, свою страсть, свое посвящение люди могут отдать только добровольно. Так вот, нужно учитывать шесть потребностей. Существует шесть потребностей, на которых мы немножко остановимся. Первая потребность – это потребность в определенности, в знании того, что будет завтра. Другая потребность – это потребность в неизвестности. Третья потребность – это потребность в любви, близких взаимоотношений. Четвертая потребность – это потребность в значимости. Пятая потребность – это потребность в смысле жизни. О чем мы благодаря этому человек пытается понять, где мое место под солнцем. И последняя потребность – это потребность в росте. Третья потребность – это потребность в любви. Вторая потребность – это потребность в неизвестности. Потребность в значимости – это четвертая потребность. Потребность в смысле жизни – это пятая потребность. И шестая – это потребность в росте. Редактор субтитров А.Семкин